Первые подозреваемые в громком отравлении Скотт Лонд-Ярд назвал фамилии причастных к попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Кто привез новичок в Великобританию и что грозит подозреваемому, знаем от Ирины Ивановой. Это был действительно российский след. Полиция Лондона опубликовала фотографии подозреваемых в исполнении громкого преступления. Это граждане Российской Федерации Александр Петров и Руслан Баширов. У Скотт Лонд-Ярда есть достаточные основания для предъявления им обвинений. Имена подозреваемых, скорее всего, вымышленные, подчеркивают в полиции. Но паспорта были настоящие. Эти двое прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и остановились в отеле. А четвертого попали в объективы камер наблюдения возле дома Скрипалей в Солсбери. Потом вернулись из Лондона в Москву. В тот же день бывший сотрудник ГРУ и его дочь в критическом состоянии оказались на больничных койках с отравлением неизвестным веществом. В интересах общественности обвинить россиян Александра Петрова и Руслана Баширова в следующем. Заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение новичком вопреки закону о химическом оружии и умышленное причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли. На арест россиян был выдан европейский ордер, но запроса об экстрадиции не будет. Российское законодательство запрещает выдавать своих граждан. То, что за покушением Совет России у британской стороны не вызывало сомнений с самого начала. Тереза Майя еще в марте требовала от Москвы объяснений. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери вызвало громкий дипломатический скандал. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Десятки стран ее поддержали. Москва приняла зеркальные меры, отправив домой около полутора сотен иностранных дип-представителей. Позже жертвами новичка стали еще двое. В конце июня в больницу попали жители городка Эймсбери, расположенного в 10 километрах от Соусбери. Они подобрали в парке парфюмерный флакон и использовали содержимое. Вскоре женщина скончалась. Мужчина выжил. Организация по запрещению химического оружия заявила, что британка умерла от отравления тем же веществом, которое было применено против скрипалей. В Лондоне заговорили об ужесточении санкций против России. Вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, поскольку США заявили, что уведут ограничения за акцию в Солсбери. И они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле. Москва по-прежнему отрицает свою причастность к преступлению. В российском МИДе заявили, что опубликованные имена и фото подозреваемых ни о чем не говорят. Ведомство вновь обвинило Великобританию в манипуляции. Ирина Иванова, Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Россия уже не сможет скрыть свои преступления. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Президент напомнил о кремлевском следе в деле о сбитом МН-17, отравлении семьи Скрипалей и украинских политзаключенных. Глава государства призвал международных партнеров не вести политику заигрывания с Москвой. И только усиление акции, по его словам, поможет остановить российскую агрессию на Донбассе.